Гильда Александровна, почетный гражданин, и поздравить сегодня вас хотим. Пожелать здоровья, мира и добра, чтобы всегда счастливой ваша жизнь была. Так с Караваем в Савинской школе встречают Гильду Бот, ветерана педагогического труда, заслуженного учителя. Она не один десяток лет посвящала себя детям и улучшению качества районного образования. И сейчас, по старой привычке, берет инициативу в свои руки. Любовь Яковлевна объявит сейчас, какая повестка дня у нас, и мы вот по этой повестке начнем с вами общение. Пожалуйста, никаких заученных фраз, все от души и какие-то конкретные предложения, которые мы будем с вами вместе реализовывать. Уютная домашняя атмосфера, на столе горячие самовары и ароматная выпечка. Это постарались школьные повара. Директор школы вспоминает, как много лет назад, именно благодаря Гильдии Александровне, началась ее карьера. Приказ номер 15 от 25.06.99 года. Подписанной Гильдии Александры Бот. Савельева Любовь Яковлевна, учитель русского языка и литературы Савельской общеобразовательной школы, перевести на должность директора. Приказ правильный? Правильный. Правильный. Рисковала? Рисковала. Рисковала. Учитель русского языка и литературы. Никогда никакой административной работы не вела. Но почему-то вот поверила я ей. И, слава богу, 17 лет, и школа в надежных руках. В этой школе о Гильдии Бот знают даже самые маленькие. Они не стесняются, задают вопросы. Например, хорошо ли быть почетным гражданином? Это очень даже хорошо, ответила Гильда Александровна. Мальчик радостный пошел и решила кроха. Буду я учиться так, чтобы почетным гражданином стать. В Савинской школе изучают английский язык. Но это не помешало ребятам из средних классов подготовить сюрприз для Гильды Бот на ее родном немецком. Пусть для этого и пришлось хорошо поработать над произношением. А это особенно ценный подарок. Гильда Бот смотрит на свои фотографии. Детство, учеба в институте – первые профессиональные достижения. 50 лет она отдала образованию. Сначала в качестве учителя немецкого языка. Потом как чиновник. Добиться успеха ей всегда помогали три правила. Первое – любить свое дело, любить детей. Второе – знать свой предмет. Досконально, хорошо в нем разбираться. И третье – быть справедливым человеком. Быть справедливым человеком. Я никогда не была мягким человеком. Я была достаточно строгим и учителем я была строгим. Почти каждому учителю есть за что сказать спасибо Гильде Александровне. В судьбах многих она принимала участие. Помогала с пропиской, рекомендовала директорам школ, давала ценные советы. Сегодня она снова героиня. Впрочем, как и всегда. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Один Соло.